Смотрите в итоговом выпуске информационной программы неделя. Накануне Дня России в торжественной обстановке под громкие аплодисменты состоялось вручение российских паспортов учащимся достигнувшим 14-летия. За что любят Россию зверевчане? Профессиональный праздник на неделе отметили социальные работники. Как правильно написать сценарий, киноэтюду или мультфильму? Эти и другие вопросы разъясняли на семинарии по кинопедагогике. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Фееричным был выход на сцену участниц хореографического ансамбля «Визави». Встроенные словно березка, в расписных сарафанах и кокошниках они с первых секунд заворожили зрителей, вызывая чувство гордости за нашу Россию. Красивую, многонациональную, трудолюбивую, творческую и талантливую. Это матушка земля, в ней начало бытия. Возрождает жизнь она хлебосольна и добра. И великая в ней сила, широка, щедра, красива. Мы рады видеть вас на торжественном мероприятии в честь одного из главных государственных праздников Дня России. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. День России — это праздник любви и уважения к Родине. О величии России, о ее могуществе и славе сложено немало прекрасных песен. Но главная из них бесспорно является гимн Российской Федерации, государственный гимн страны, побуждающий каждого россиянина на самые смелые, великие дела во благо нашей любимой России. Всех присутствующих в зале с праздником поздравил исполняющий обязанности главы администрации города Зверево Андрей Шиенков. Наш с вами маленький город — это лишь белая частица нашей страны. Но для каждого из нас отечество начинается с нашего поселка, с нашего города, региона, где мы с вами живем. Здесь наш дом, здесь наши дети и внуки. И одна с вами зависит от всех, как будет дальше развиваться наша страна. Мы должны работать, не покладая сил и собственных нервов, порой, и жизней, для того, чтобы наша страна процветала и развивалась всегда и вовеки. Сегодня еще один очень важный торжественный день для некоторых из нас, для тех, кто получает первый, свой самый, наверное, важный документ в этой жизни — это паспорт. Помните, гражданином России быть очень гордо. Получая этот документ, вы становитесь уже взрослыми людьми. Но это говорит не только о ваших больших правах, но и о вашей большой ответственности. Я надеюсь, что все вы станете большими патриотами нашей Родины и будете трудиться по благо нашей страны. Дорогие жители города, я хотел бы вас всех еще раз поздравить, пожелать вам мира, добра и благополучия, чтобы мир всегда был в ваших семьях. Спасибо. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 12 июня — красный день в календаре. В это воскресенье мы отмечаем большой государственный праздник — День России. Честно признаемся, что большинство из нас чаще всего замечает недостатки, с которыми нам приходится сталкиваться. И реже мы умеем оценивать достоинства. А вот, предположим, зверевчане хотели бы переехать в другую страну или все-таки остаться в России? Мне нравится жить в России. Я не хотела бы ни в какую другую страну. Я вообще патриот. Я люблю свою страну. И мне здесь все нравится. Нет, я лучше у себя останусь. Мне нравится. И люди нравятся. Там за границей совсем другая культура. Я говорю, лучше здесь жить. Потому что там вообще у них творится что. У нас как-то все-таки хорошо. И мне нравится. И президент нравится наш. Так что вот так вот. Никуда не поеду. Потому что это моя родина. Мы жили при всех властях. Выживали. И я думаю, и впредь выживем. Остаться нужно и все. Тот, кто любит Россию, свою родину, никогда ее не покинет. Куда бы он ни поехал, его все равно всю жизнь будет тянуть на свою родину. Так что я считаю, кто уезжает, это просто люди ищут легкого, но они не найдут там этого. Всегда помощь окажут свои люди. И это уже доказано. Ни за что. Только Россия. Почему? Да вы что. Я пермячка. Я в Перми родилась. И здесь я умру. Осталось-то? Чего маленько? Неделя может с чем-нибудь. Ну, так, не говорите так. Ну, а за что вы, да, а за что вы любите Россию? Чем тут так хорошо? Ну, Россию. У меня папа ветеран, танкист, воевал. За что он воевал? Ну, я вообще люблю россиян. Люблю Россию. Не хочу. Я даже, вот давайте мне сейчас деньги, я не поеду за границу. Нет, Россия и все. Ну, всю жизнь прожила в Россию. Поэтому, как бы, Россия патриот своей страны. Ну, все-таки что-то нравится у вас же в нашей стране? В принципе, меня все устраивает. Как бы ни было, все равно. Россия молодец. Я вообще-то здесь хотел бы остаться, никуда бы не хотел переезжать. Мне нравится все. Ну, как сказать, нам все нравится. Но очень хотелось бы, чтобы побольше было площадок детских, побольше было парковых зон погулять. А так все остальное было все. С пенсионерами как-нибудь побольше пенсии. А то работающие пенсионеры вообще зажимают. Раньше хотела, сейчас не хочу. Понятно теперь, что Россия, мне кажется, это то место, где, мне кажется, надо жить всем, кто хочет жить спокойно и хорошо. То есть, мне кажется, так. Мне Япония нравится. Культура ихняя. Их прогресс. Мне это очень по душе. А хотел бы туда поехать жить? Конечно. Родина. Родина – это и есть родина. Ее нельзя бросать. В любой ситуации. Был бы мир. Вообще, родину люблю и не хочу отсюда выезжать. Зачем? Любимый город свой родной. Так что все, пока мы… Планы у нас такие оставаться на месте. Люблю Россию. Как у нас плохо, хорошо. Мы дома. Пускай будет у нас все как есть. Только б не было войны, мира всем, здоровья, счастья. Чтоб все было у нас хорошо. Но ни за что никуда не поеду. Дома хорошо. Традиция в начале каждого месяца в стенах городской администрации поздравлять отличившихся ребят в различных направлениях закрепляется. Очередное честование состоялось 6 июня. Церемонию награждения провели исполняющие обязанности главы администрации города Зверева Андрей Шаинко и исполняющие обязанности начальника отдела культуры и спорта молодежной политики Екатерина Игнатенко. Отмечаем юных творчески одаренных представителей подрастающего поколения, кто ярко заявил о себе в международных, всероссийских, областных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Благодарственные письма главы администрации вручили братьям Тадееву, Данилу и Егору, воспитанникам спортивного клуба «Сармат» по «Кио Кусинкай», тренер Роман Кузнецов, боксеру спортивного клуба «Русич» Дмитрию Ануфриеву, тренер Иван Ануфриев, вокалистки Центра детского творчества Дарьи Хуклаевой, руководитель Татьяна Журавлёва, Галине Рязанцевой, участницы хореографического ансамбля «Визави», руководитель Юлия Варьянова, Гридневой Екатерине, учащейся в музыкальном отделении детской школы искусств, руководитель Лариса Филимонова. Все вышеперечисленные ребята – неоднократные призёры различных фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, турниров как областного, так и всероссийского международного уровней. Подробную информацию о заслугах каждого из них дала Екатерина Александровна. Аудитория аплодировала не только награждённым, но и их тренерам, руководителям, наставникам. Благодаря их профессионализму и мастерству в нашем городе зажигаются всё новые и новые звёздочки. В этот же день состоялась губернаторская планёрка, которую Василий Голубев провёл в режиме онлайн. О состоянии правопорядка и безопасности дорожного движения на территории Ростовской области доложил Олег Кагарков, начальник главного управления МВД России по Ростовской области. В честь результатов оперативно-служивной деятельности за прошедший месяц в мае на территории области зарегистрировано 5206 преступлений, 1278, из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше совершено крашу угонов транспортных средств, в сфере информационных налогов зарегистрировано 989 преступлений, при этом на 38% зачатывалось количество краш электронных и деятельных средств. Зарегистрировано 143 дорожно-транспортные происшествия, за миг погиб в 30 человек, получили ранения 219 человек, за нарушение правил дорожного движения вынесено 240 тысяч постановления обнистративных правонарушений, но общая сумма 167 миллионов рублей. В мае проведено 1469 общественных массовых мероприятий, в которых приняло участие 740 тысяч человек. Нарушение общественного порядка не допущено. Далее заслушали доклад начальника главного управления МЧС России Ростовской области Сергея Филиппова о прохождении пожароопасного периода на территории Ростовской области и об ответственности, установленной за нарушение требований пожарной безопасности. Как было сказано, с 28 марта текущего года на территории области начался пожароопасный сезон и до настоящего времени наблюдается неудовлетворительная обстановка с пожарами. Основное количество пришедших пожаров составили случаи горения сухой растительности и мусора на открытых территориях. В связи со сложившей обстановкой с пожарами правительством области с 28 марта введен особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительный комплекс мероприятий, направленный на допущение возникновения пожара. Результаты проверок показали, что более 50 населенных пунктов имеют нарушение требований пожарной безопасности. Основные – это отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения, отсутствие либо нарушение устройства минерализованных полос на всей протяженности границ населенных пунктов с лесным участком. Сергей Филиппов обратился ко всем главам муниципалитетов на местах заслушать ответственных лиц за противопожарную безопасность, а также обратил внимание на размер штрафов, предусмотренных за нарушение пожарной безопасности с 8 июня. «В целом штрафы, предусмотренные положением различных частей статей Кодекса, от БЦПП, для должностных и юридических лиц с 8 июня текущего года увеличены в 23 раза, а в отношении граждан в 8-10 раз». Министр образования Ростовской области Андрей Фатеев дал исчерпывающую информацию о подготовке и проведении основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в нашем регионе. «В целом в основной период ЕГЭ для его сдачи зарегистрировано более 16 тысяч ребят, из них 819 – это выпускники прошлых лет, 15 тысяч – это выпускники текущего года. 183 выпускника 11-х классов выбрали прохождение итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена. Первые экзамены основного периода на территории Ростовской области прошли в штатном режиме. Печать экзаменационных материалов для участников в аудиториях прошла успешно, без сбоев. В технической составляющей организации работы пунктов проведения экзаменов замечаний у общественных наблюдателей нет. Что касается основного экзамена для 9-х классов, то в этом году на датю зарегистрировано более 40 тысяч участников, тоже подготовлено 366 пунктов проведения». Подводя итог прошедшего видеосовещания, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратил внимание главмуниципалитетов на реализацию всех намеченных проектов. «Идет активный период реализации программ по всем направлениям. И там, где не вошли программы, там, где идут большие подставания, уже по ситуации в июле будет понятно, что мы попали в зону риска и исполнение весьма затруднительно. Но есть вещи, которые мы держим на особом контроле, включая национальные проекты, либо объекты, реализуемые в том числе по поручению президента, губернатора. За ними будет отдельный досмотр и по итогам полугодия по всем этим объектам мы оценим ситуацию и ваши участницы». Уже не первый год в центре города Зверево работает филиал федеральной сети «Автошкола РЭД». 6 июня его сотрудники провели уборку на детской площадке дома номер 33 по улице Опухова и прилегающей к ней территории. Результат их труда – несколько мешков, набитых пустыми бутылками, пластиковыми, стеклянными, пакетами, бумажными коробками и прочим мусором. Парни, а они все иногородние, даже не подозревали, что выбрали не самый лучший участок, где асоциальные элементы ранним утром и поздно вечером распивают спиртные напитки, оставляя пустую тару, о чем сообщили жителей дома. Появление молодых людей в фирменных футболках «Автошколы РЭД» за уборкой своего двора очень удивило и обрадовало жильцов этого дома. «Почаще бы убирали, так и хорошо, и всем было бы хорошо, почаще надо убирать, акции такую проводить». Инициатором субботника выступил Александр Илюхин. «Сегодня в городе Зверево мы решили провести такое небольшое мероприятие по уборке мусора. У нас периодически проходят обучение и остается какой-то промежуток времени, решили потратить его с пользой. Навели порядок на площадке и рядом, недалеко от филиала». Подобные акции «Автошкола РЭД» проводит не только в нашем городе. «Мы работаем, автошкола, по всей области. То есть мы не только локально проводим это только в Зверево и проводится также в других городах». Более того, они готовы оказывать помощь в подобных волонтерских движениях. «Хотелось бы обратиться к руководителям компании или предприятий, администрации города. Если кто-то хочет к нам присоединиться, то, к примеру, перчатки, мешки, транспорт, ГСМ – это все с нас, а их только помощь». «Чем больше будет таких инициатив, тем чище станет город Зверево». В эфире рубрика «Дорожная хроника». На территории обслуживания ОГИБДД Красносулинский проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения». Основные задачи данного мероприятия – пресечение и профилактика нарушений правил дорожного движения водителями, в том числе управляющими мототранспортом, связанных с превышением скоростного режима, управление транспортными средствами лицами, не имеющими либо лишенными права управления, с признаками состояния опьянения, выездом транспортного средства на полосу встречного движения, нарушение очередности проезда, правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил дорожного движения пешеходами, профилактика ДТП, связанных со съездом транспортного средства с дороги, наездом на велосипедистов. Кроме того, взаимодействие со СМИ – информационная пропаганда среди населения по соблюдению правил дорожного движения. Песня «Твори добро» была отрисована всем социальным работникам, собравшимся в зале социально-культурного центра «Маяк» отметить свой профессиональный праздник, каждый из которых в своей повседневной жизни и не только приходит на помощь одиноким людям, больным, немощным, окружая их вниманием и заботой. Всех социальных работников города Зверево с их профессиональным праздником поздравил Андрей Евгеньевич Шиенков, исполняющий обязанности главы администрации города Зверево. Вы всегда рядом с теми, кто нуждается в заботе, нуждается в внимании государства и от лица этого государства вы выступаете посредниками. Всегда, наверное, невозможно представить себе людей вашей профессии без таких качеств, как милосердие, доброта, сострадание ко всем, кто обращается к вам с просьбой. Вы работаете в довольно сложных и напряженных условиях, которые требуют большой самоотдачи, выдержки и моральных и физических усилий. Примите слова глубокой благодарности за все, что вы делаете, то добро, которое вы несете людям, ту поддержку, которую вы оказываете, и моральную, и только моральную. От всей души желаю вам счастья, мирного неба, улыбок побольше и домашнего тепла и уюта. С праздником! Далее состоялась церемония награждения. Памятным знаком 85 лет Ростовской области награждается Елена Николаевна Потапова, начальник отдела социальных пособий, компенсационных выплат и поддержки материнства и детства, Управление социальной защиты населения, администрации города Сверево. Елена Николаевна работает в Управлении социальной защиты населения с 2003 года. С 2011 года занимает должность начальника отдела социальных пособий, компенсационных выплат и поддержки материнства и детства. Благодарственным письмом главы администрации города Зверево в честь празднования Дня социального работника за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие системы социального обеспечения населения в городе Зверево награждается Марина Владимировна Ткаченко. Марина Владимировна работает в должности медицинской сестры в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области Зверевский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей с 2002 года по настоящее время. Люди, работающие в этой сфере, в отличие от многих, наделены большим терпением, добротой, милосердием. Они чаще других, проблемы, нуждающиеся в помощи, ставят выше своих собственных. Этих ответственных, обязательных, добропорядочных специалистов с ним социального работника поздравила глава города, председатель Зверевской городской думы Светлана Александровна Бушланова. На сегодняшний день мы с вами видим, что органы социальной защиты нашей страны представлены очень широкой сетью. И сегодня в домах ветеранов, в интернатах, в центрах социального обслуживания, в центрах социальной помощи трудится огромное количество людей самых разных профессий. Это профессии социальных работников, и специалистов-реабилитологов, и медики, и психологи, и педагоги, и юристы-экономисты, и технические работники самой разной специальности. Также стоит отдельно отметить волонтеров, добровольцев и членов некоммерческих организаций, которые тоже с честью несут свою социальную миссию, выполняют ее. Вот это все огромное сообщество людей объединяет общие цели, помощь людям, объединяет неравнодушие, милосердие, любовь к людям, к окружающим, к тем, кто нуждается в их помощи больше всего. Дорогие работники социальной сферы, не будет преувеличения, если я скажу о том, что для многих ваших подопечных вы стали уже не просто незаменимыми помощниками, а настоящими близкими людьми. Дорогие друзья, в этот праздничный день я хочу поблагодарить вас всех за ваш нелегкий труд. Он очень нелегкий, требует больших душевных сил, большой отдачи, но, поверьте, он очень важный, нужный и очень благородный, благодарный. Я всех вас благодарю и поздравляю с вашим профессиональным праздником, желаю вам здоровья, мира, добра, всего вам самого доброго, вам и вашим близким. Пусть то добро, которое вы дарите окружающим, обязательно многократно вернется вам. С праздником, дорогие друзья! Затем Светлана Александровна лучшим сотрудникам социальных учреждений вручила благодарственные письма. Стоит отметить, что в нашем городе таких 8. Управление социальной защиты населения, Центр социального обслуживания, Центр занятости населения, Пенсионный фонд, учреждение «Забота», «Радуга», Зверевский психоневрологический интернат, Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей. Людмила Асачи, ведущая праздника, рассказала о роли каждого учреждения, его коллективе. Ее выступление сопровождалось видеорядом, где каждый из присутствующих мог увидеть и себя, и своих коллег. Тысячи людей чувствуют заботу и доброжелательность наших курьеров по доставке пенсий. Дружный коллектив «Мукзабота» под руководством директора Нины Игнатьевны Перегримовой принимает активное участие в жизни города, в выборных компаниях, субботниках, городских спортивных мероприятиях. После каждой такой презентации представленному коллективу был адресован концертный номер, подготовленный социально-культурным центром «Маяк». И это было вдвойне приятно виновникам торжества. Без сомнения, яркие концертные номера подарили собравшимся массу положительных эмоций, которые им непременно пригодились в этот день, так как впереди всех их ждала работа. На базе Зверевской городской модельной библиотеки имени Шолохова состоялся семинар по кинопедагогике, который провел руководитель учебной киностудии ростовского филиала Всероссийского государственного института кинематографии Михаил Гущин. Поэтому я предлагаю все-таки разобрать это направление в плоскости создания интернет и телевизионных программ профессиональных. Может быть киноэтюдов, потому что все остальное, что мы будем обсуждать, это просто будет красиво звучать, но на деле мы это просто с вами не сможем реализовать, потому что даже наш институт не обладает достаточным ресурсом техническим для того, чтобы создать профессиональный фильм. И плюс к всему это затрата по времени и, как я уже сказал, по деньгам. Но, имея тот ресурс, который есть у нас, у вас, в целом, мы можем развивать направление вот этой самой кинопедагогики довольно неплохо и конкурентно по сравнению с другими. Ну, как-то даже подавать в каком-то смысле пример. На этой встрече со зверевскими киношниками профессионал из Ростова-на-Дону разобрал несколько тем. Начали создание сценария. У нас у всех есть очень много жизненных историй, очень много каких-то смешных, грустных, интересных, интригующих. Но это все истории, это не сценарий. А сценарий – это история, рассказанная в картинках, с диалогами и описанием, и помещенная в контекст драматической структуры. На ярких примерах Михаил Гущин рассказал о том, из каких частей должен состоять сценарий и об их смысловых нагрузках. Первый акт у нас занимает общего хронометража видео 10-15%. Не больше. Это все рассчитано психологами, социологами, это уже очень давно рассчитана история. И в кино, и на телевидении. Если он занимает больше, уже смотреть неинтересно, уже когда уже начнется, знаете, вот такое смотрим, бывает, иногда, ну, когда уже. 10-15% общего хронометража. Первый акт. Он называется «Завязка». Это вам известно. Второй акт занимает около 60%. То есть он непосредственно для зрителя. И там происходят основные события. Он называется «Конфронтация». Ну, или «Развитие действия», ну, называют его «Конфронтация». Второе. И третий акт, который занимает около тоже 20%, 25%, это «Финал». Присутствующие задавали вопросы Гущину. Получился конструктивный диалог. Таким образом, первая часть семинара имела весьма полезное утилитарное направление. Вторая была посвящена противодействию фейковой информации в интернете и соцсетях. На этой неделе, как нам и обещали, силами индивидуального предпринимателя Гагарян завершены работы по сносу аварийного здания бывшей вечерней школы по улице Макаренко. Коллектив сработал слаженно, оперативно. Теперь, когда здание не стало, горожане спокойно могут передвигаться по улице Макаренко, не опасаясь за свою жизнь. Как будет использован этот участок земли в дальнейшем, постараемся выяснить и сообщить в ближайших информационных выпусках. В детской школе искусств города Зверево вот уже 14-й раз состоялся открытый конкурсный фестиваль народного творчества «Пою тебе моя Россия», посвященный Дню России и Году культурного наследия народа в России. Рамки этого музыкального праздника в этом году значительно расширились за счет возросшего количества желающих продемонстрировать свое мастерство и талант. В фестивале приняли участие детские коллективы, взрослые участники, были гости из детских садов и из города Гуково. Данный проект получился насыщенным разнообразием номинаций. Отрадно, что девочки, мальчики, взрослые уверенно исполняли народные, казачьи и современные песни. Лихо звучали баян и аккордеон. Преподаватели не только вели кропотливую подготовку конкурсантов, но и сами стали активными участниками в нескольких номинациях. Развивать таланты и дать возможность проявить себя – призвание педагогов детской школы искусств города Зверево. Член жюри «Атаман городского казачьего общества» Сергей Позняк положительно отметил не только выступления артистов, но и красочность костюмов участников фестиваля. Поздравляем победителей этого конкурса! А их было очень много! Спасибо вам за талант, которым вы прославляете город Зверево! «Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова